Эфир продолжит новости о том, что происходит сейчас в регионе. Расскажу я, Мария Даник. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Поморья заявила о необходимости дополнительной поддержки региональных бюджетов. Александр Цибульский выступил в Совете Федерации. Замена оборудования для бесперебойной работы. АСЭП провело ревизию подстанции в Бревеннике. Права на велосипед. Такое тоже возможно в рамках чемпионата по фигурному вождению двухколесной техники. Региональным бюджетам необходима дополнительная поддержка в условиях выпадения доходов, связанных с пандемией. Об этом заявил глава Поморья, выступая в Совете Федерации. Александр Цибульский принял участие в парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета. Так избранный губернатор предложил увеличить объем средств, которые выделяются на сбалансированность региональных бюджетов. С 10 миллиардов рублей выпадающих доходов в Архангельской области, даже при распределении 200 миллиардов, которые уже произошло, мы получили всего 3,4. Это лишь треть от выпавших доходов. И я боюсь, что те 100 миллиардов, которые предполагается рассмотреть и перераспределить по итогам 10-9 месяцев, тоже не в полной мере компенсируют наши выпадающие доходы. Также Александр Цибульский отметил особую важность для региона еще двух вопросов, которые, по его мнению, стоит учесть при формировании федерального бюджета на ближайшие три года. Это выпадение доходов Дорожного фонда и необходимость возвращения к ранней действующей методике распределения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды. Задача обеспечить бесперебойную работу предприятия СЭП провело ревизию подстанции на острове Бревенник. С чем пришлось разбираться сотрудникам, расскажет Алексей Карельский. Бревенник известен своими коммунальными проблемами. Стабильным здесь можно назвать разве что электроснабжение. Основная часть потребителей, включая школу и детский сад, поликлинику, пожарную часть, объекты тепла и водоснабжения, получает электроэнергию от 74-й подстанции. При этом ее оборудование давно требует модернизации. Но, по словам специалистов, собственник объекта, компания Архинвестэнерго, за время владения ПС средств в капитальный ремонт не вкладывала. Бесперебойную работу высоковольтного оборудования обеспечивает арендатор – Архангельское специализированное энергетическое предприятие. Накануне его сотрудники провели ревизию подстанции, заменили изношенную опорную изоляцию. Ремонт различных элементов СЭП проводит, разумеется, не только на Бревеннике. В основном объекты электроснабжения «Архинвестэнерго» находятся у нас на окраинах. Это остров Кега, Талашский авиагородок. За месяц сентябрь выполнены ремонтные работы на 14 воздушных линиях. Также ремонтируют электросамматорные подстанции в районе 5 отремонтированных кабельных линий. В октябре СЭП продолжит плановые работы на объектах Исакогорского и Цегламенского округа. Алексей Карельский, Винязыков, Регион 29. Компания «Архбумтис Югрупп», дочка архангельского ЦБК, стала маркировать продукцию новым слоганом «Чистый продукт в каждый дом». «Архбумтис Югрупп» – одно из ведущих российских предприятий по выпуску санитарно-гигиенических изделий и бумаги, основы под собственным брендом «Софи-Ван». На упаковках туалетной бумаги уже появились обозначения, например, 0% хлора, основанной на использовании современных видов сырья, что гарантирует потребителю безопасное использование. С технической точки зрения «Архбумтис Югрупп» на сегодняшний момент является одним из самых современных и мощных предприятий не только в России, но и на территории Восточной Европы. Кроме того, продукции под собственной торговой маркой «Софи-Ван» доверяют крупнейшие розничные сети и лидеры рынка электронной коммерции. Кстати, высокие стандарты позволили компании стать лауреатом пятой юбилейной премии по контрактному производству. Чемпионат по фигурному вождению велосипедов и гонки на радиоуправляемых машинах. Накануне Дом молодежи присоединился к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Впервые акция прошла в необычной форме, увидел Александр Богданович. Александр Петров – волонтер Дома молодежи. В День безопасности решил попробовать себя в роли инспектора. Форма хоть и игровая, но максимально приближена к реальным условиям на дороге. «Да, очень интересно, получается, есть очень много площадок, на которых можно попробовать что-то новое. Впервые там есть очень интересное управлять машинами на радиоуправлении. В том, есть возможность приходиться на мобедиями на циклах. Также можно в качестве сувенира получить права велосипедиста». За таким сувениром пришел Андрей Байбородин. На чемпионате по фигурному вождению финишировал первым. Его велосипед не задел ни один конус. «Велосипед сам по себе нравится. Хотел попробовать себя в этом. Права на машину уже есть. Решил попробовать на велосипеде себя. Но все должны соблюдать правила. Они для этого и придуманы». Но многие важными правилами пренебрегают. С начала этого года в Ихангельской области зарегистрировано 127 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. При этом подавляющее большинство аварий связано с неосторожным поведением несовершеннолетних. «На дорогах города Архангельска неспокойно. Тем более в этом году у нас увеличилось количество погибших на дорогах города Архангельска. Поэтому мы всегда призываем молодежь принимать участие в такого рода мероприятиях, а также вести активную борьбу, например, с пьянством на дорогах. И мы считаем, что именно молодежь вправе и должны изменить сложившуюся ситуацию на дорогах, повлиять на безопасность». По итогу самые активные участники акции получили сертификат участника курса по контр-аварийному вождению. Подарком для всех стал концерт известных музыкальных коллективов «Be Happy», «Джаз-бенд Light Up» и «Эстрада». Пункт веса габаритного контроля начал работу на Холмогорском шоссе под Новодвинском. Монтаж начинали еще летом. Теперь все нарушения со стороны большегрузов будут фиксироваться в автоматическом режиме. Не ради штрафов, а для сохранности дорожного полотна. Пункт веса габаритного контроля – настоящий заслон на пути нарушителей. Работает 24 часа в сутки. Все на автомате. Ручного управления и охраны не требуется. Подобные комплексы в Котласе и Каргополе доказали эффективность. Штрафников стало меньше в разы. А ведь по данным Росавтодора, проезд одного тяжеловоза равен нагрузке 25 тысяч легковушек. «Ущерб со стороны тяжеловесных транспортных средств исчисляется триллионами рублей. Соответственно, у нас с Архангельск-Автодором в планах установить пять таких комплексов веса габаритного контроля. Здесь уже мы устанавливаем третий». Место расположения не случайно. Перевозчики, опасаясь следовать через подобный пункт в поселке Дорожников на М8, часто проезжали по дачным дорогам и, выехав на трассу Исокогорка на Мадринск-Холмогоры, избегали весового контроля. При этом доставляя немалый ущерб региональной автодороге. Теперь это исключено. «Обородование выпуска текущего года, объехать невозможно действительно. Обратите внимание, там тензометрические датчики вмонтированы в дорожное полотно и ограждены леерным ограждением. Если правонарушение есть, оно будет зафиксировано и передано в региональную транспортную службу». Стоимость пункта весогабаритного контроля – 62 миллиона рублей. В ближайших планах установка еще двух подобных комплексов в районе Малых Карел и близ поселка Октябрьский в Устьянском районе. Артемий Заворзин, Николай Кель, Регион 29. Этой осенью чувствуем дыхание весны. Не простой, а европейский. По понятным причинам всю программу традиционного фестиваля перенесли на Октябрь, но афиша по-прежнему достойна внимания. Наталья Пулина расскажет. «Нашу страну сотрясает много кризисов, но главный я бы определил как кризис перепроизводства святынь. Одной из таких святынь, увы, оказался Иосиф Сталин». Легко ли вернуться к тоталитаризму и смогли ли мы вообще от него уйти? Об этом пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который пановцы открыли европейскую весну. По сюжету в одном из театров страны готовят крайне смелую постановку о Сталине, репетицию которого, как оказалось, увидел сам президент. Дальше цензура ставит перед актерами выбор. Стоять на своем и оставить спектакль неизменным, либо поступиться сценарием, а заодно и собственной свободой. «Человек – ничто, государство – все!» Как из современного свободомысля легко вернуться к практикам тоталитарного прошлого, пьезо-журналист и драматурга Артура Соломонова, который прибыл на читку лично. Несмотря на то, что пановцы читали его произведения, не обошлось без сюрпризов. У меня было сюрпризом то, что женские роли были, мужские роли были сыграны женщинами. Несколько мужских ролей. И, конечно, первая интерпретация образа Вальдемара, он же Сталин, была сделана Максимом Сухановым. И, естественно, она на меня повлияла очень сильно. И, конечно, когда здесь я увидел женщину в роли Сталина, это, конечно, иронично и требует того, чтобы автор и зритель с этим согласился. Несмотря на камерность встречи и обязательный масочный режим, открытие фестиваля прошло ярко и тепло. Организаторы называют европейскую весну осенью и надеются, что, несмотря на трудности, все состоится. Следующая постановка – 18 октября. К нам приедет Илья Мощицкий. Его многие знают в нашем городе. Он ставил у нас уже два спектакля. Он сам сыграет спектакль «Дуб Майкла Крейг Мартина». Не представляем, что это будет. Это чистый ВД-эксперимент, потому что это спектакль импровизации, где партнером Ильи станет кто-то из зрительного зала. Закроет европейскую осень постановкой «Магда» плохой театр из Санкт-Петербурга. Зрителям пугаться не стоит. Это лишь название и не оценочная характеристика. Тем более и билетов на этот спектакль осталось совсем немного. Наталья Пулина, Ольга Красулина, Регион 29. К этому часу все. Встретимся в 19 часов. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова